С нашим блюдом я собираюсь подавать жареные яблоки в панировке. Средняя ширина миллиметров 7. Чтобы яблоки не потемнели, немножко вспрыснем их лимонным соком. Я, как всегда, буду использовать свои любимые хлебные крошки Панко. Вот в этом видео, посмотрите, я очень много посвящаю им и рассказываю, что же это такое. Давайте сделаем классический льезон. Пол чайной ложечки соли, натуральный ваниль и тростниковый сахар. Добавим полстакана молока. Так, я добавлю еще сахара. В итоге у нас с вами получается 2 столовых ложки тростникового сахара. Мука. Яйцо. Хлебные крошки. Температура фритюра 180 градусов. Кстати, ребята, я вам дам хороший совет. Когда вы делаете вот подобные вещи, делаете панировку, сразу не начинайте жарить. Дайте постоять в вашей панировке, ну, хотя бы минут 15-20. Так, чтобы яйца, они немножко подсохли, и панировка лучше прилипла к поверхности вашего продукта. Хорошо, отправляем. Много продукта не кладите, потому что температура масла упадет. И вместо того, чтобы поджариться, ваши ингредиенты будут просто там томиться. Жарим до приятного золотистого цвета. Ой, как пахнет! Наш соус апельсиновый, жареные яблочки, ну и наша уточка. Вот вам еще одна идея для вашего праздника. Это будет очередная звезда на вашем праздничном столе. Яблочки. Ну, яблочки это классика. Утка с яблоками, да? Панировочная сухарепанка. Это очень и очень эффектно и вкусно. Вы же видите, как оно выглядит? Эти яблочки вы можете делать самостоятельно. Допустим, со сливочным кремом каким-то. Кусочек. Наше яблочко. Соус кисло-сладкий-острый. Сильный вкус цитрусовых, апельсиновый. Просто будь со вкуса.